Компания «АвтоСтронг» представляет новый бренд «МотоСтронг». Теперь вы можете приобрести у нас отличные мотоциклы, привезенные из Европы. Все наши байки в отличном состоянии, цены очень привлекательные, а сервис на традиционно высоком уровне. Весь ассортимент мотоциклов в наличии вы можете увидеть по ссылочке в описании. Сейчас мы разберем трансмиссию Jatco, надежности которой могут позавидовать немецкие автоматы. Итак, встречаем. На автомобилях Nissan в основном устанавливались автоматические трансмиссии производства компании Jatco. Фактически этот производитель автоматов является собственностью компании Nissan. Коробка RE4F03A появилась в 1990 году и предназначена для поперечной установки с двигателями рабочим объемом до 2 литров. Модификации этих трансмиссий производились и устанавливались на автомобилях Nissan вплоть до 2013 года. Вообще ее устанавливали на все компактные модели Nissan с рядными четверками. Это Micro, Note Seido, также на три поколения Primera, а также в порядке исключения на Nissan Maxima с двигателем 3 литра V6. Сегодня мы будем разбирать этот автомат, который сняли с Nissan Almera 2005 года выпуска. Конструкция данной трансмиссии стандартна для японских АКПП, для переднего привода и поперечной установки. В ее конструкции два параллельных вала, которые соединены с зубчатой передачей, один вал входной, второй выходной, от которого приводится ведомая шестерня главной передачи. На валах находятся комплекты фрикционов, четыре сцепления и один тормоз. Также в конструкции этой АКПП присутствует тормозная лента и две обгонных муфты. У этой трансмиссии электронное управление, в гидроблоке 5 соленоидов, а муфта блокировки гидротрансформатора блокируется только на четвертой передаче. Эта трансмиссия непривередлива к качеству трансмиссионной жидкости, но предпочитает синтетику. Оригинальная жидкость Nissan Matic Fluid D также подходят более поздний Matic Fluid S и J. Менять масло надо каждые 60 тысяч километров, тогда это продлит реально жизнь этой трансмиссии. Есть много хороших заменителей этих оригинальных жидкостей. На полную заправку уходит чуть менее 8 литров АТФ. Через пробку в поддоне удается слить 3 литра. Еще один литр можно нацедить, прокрутив гидротрансформатор, как на вывешенном автомобиле вращать ведущие колеса. Итого без специального оборудования для прокачки трансмиссионной жидкости и без разбора коробки сюда можно залить 4 литра свежей трансмиссионной жидкости. Трансмиссия JATCO имеет отличный ресурс и надежность. Ходит 300 тысяч километров. За 20 лет выпуска она не претерпела никаких изменений и улучшений. Как говорится, она изначально получилась удачной. Однако при работе трансмиссии JATCO при больших пробегах могут появиться вибрации и пробуксовки на четвертой передаче. А это в первую очередь говорит об износе гидротрансформатора. Изношенная муфта блокировки гидротрансформатора очень пагубно влияет на качество трансмиссионной жидкости, а повышенное трение в гидротрансформаторе перегревает ее, отчего трансмиссионная жидкость приобретает отчетливый горелый запах. Гидротрансформатор можно починить в специализированных мастерских. Трансмиссия JATCO оснащена фильтром АТФ в металлическом корпусе с металлической сеткой. Этот фильтр прекрасно справляется со своей функцией и практически не нуждается в замене. Его можно почистить обезжиривателем. Ну и по-быстрому раскидать эту трансмиссию нам поможет Серега. Встречаем. Привет. И мы начинаем нашу разборочку. Вот тот самый фильтр с металлической сеткой. В нашем случае его можно отмыть и он прослужит еще не одну замену масла. Обратим внимание, что на магнитах нет стружки, но присутствует фрикционный осадок. Это не удивительно, потому что трансмиссии очень хорошо служат десятилетиями. В гидроблоке 5 соленоидов, соленоид линиейного давления, соленоид, управляющий муфтой блокировки гидротрансформатора, два шифтовых соленоида и ноу-хау от JATCO, соленоид, который управляет пакетом сцепления Overrun. Overrun используется для осуществления торможения двигателем в некоторых режимах работы трансмиссии. Гидравлический блок этой трансмиссии не имеет выраженных слабых мест, но проблемы с ним и с соленоидами все-таки случаются из-за наличия в трансмиссионной жидкости фрикционного осадка. А как мы знаем, проблема с одним соленоидом может привести к сгоранию нескольких пакетов фрикционов. Но проблемы с гидравликой не начинаются ранее 10 лет эксплуатации этой трансмиссии без замены АТФ. Соленоиды до 1999 года и после у этой трансмиссии разные. Продолжение следует... Переднеприводные трансмиссии очень легко и быстро разбираются. Сняли колокол и дело уже почти сделано. Главная передача с дифференциалом и вал с маслонасосом, который мы вам очень скоро покажем. Масляный насос может износиться при эксплуатации с изношенным вибрирующим гидротрансформатором. Но прежде появится глубокий износ на втулке гидротрансформатора и утечка АТФ наружу. В нашем случае втулка уже изношена. А сам маслонасос в отличном состоянии. На статоре есть два очень важных уплотнительных кольца, при износе которых возникает утечка давления. Затем фрикционы начинают пробуксовывать, а буксующие фрикционы сгорают. Тормозная лента участвует в передаче крутящего момента на второй и четвертой передачах. Также задействована на третьей передаче. С этой лентой на данной трансмиссии ничего не случается. Но вот на французских DP0 обламывается вот это крепежное ушко. Также эта лента может подгореть, а поверхность барабана реверс может пострадать из-за проблем с давлением АТФ. Производитель рекомендует производить подтяжку тормозной ленты каждую замену масла. Для этого по мануалу надо зажать вот этот регулировочный винт с усилием 4,6 ньютона метров. А затем отпустить его на два с половиной оборота. Подтяжка тормозной ленты может избавить от пинков при переключении с первой на вторую передачу. Тормозная лента не сгорела, но от старости здесь появились трещинки. Хотя вот так разгибать ее даже новую нельзя. Фрикционный реверс установлен снаружи барабана HIGH и участвует в передаче крутящего момента на заднем ходу. Барабан HIGH установлен на входном валу. При проблемах в гидравлической системе возникает избыточная нагрузка, и это приводит к проворачиванию вала и отрыву вот этого барабана. Также на поверхности барабана появляются выбоины при недостаточном давлении для сжатия фрикционов. На входном вале присутствует три уплотнительных кольца. При замене масла каждые 60 тысяч километров износ им не грозит. Ну а если они износились, то трансмиссия неизбежно начнет страдать от сгорания фрикционов. В моих руках два пакета фрикционов. Вот эти с большим диаметром реверс, вот эти с меньшим диаметром реверс. Состояние идеальное. В основе этой трансмиссии два простых планетарных редуктора. Здесь же две обгонные муфты. Блокируется вот эта обгонная муфта forward на первой, второй и третьей передачах. Вот это планетарный редуктор forward, а вот это его солнечная шестерня. Вот это второй планетарный редуктор reverse, а в нем вторая обгонная муфта. Оба планетарных редуктора в хорошем состоянии. Это неудивительно, потому что на этих трансмиссиях они не ломаются. Вот это барабан forward. В нем находится два пакета сцепления. Вот это сцепление forward задействуется на первой, второй, третьей передачах. Состояние отличное. А вот это пакет сцепления overrun. Используется в режимах 1-2 на первой и второй передаче и в режиме drive на первой, второй и третьей передаче, когда дроссель открыт, менее чем на 6%. Состояние тоже отличное. И последний пакет фрикционов тормоз slow-reverse задействован на заднем ходу и на первой передаче в режиме 1. Обычно при проблеме в гидравлике страдает и сгорает первым именно этот фрикцион. Но в нашем случае все прекрасно. Последняя важная деталь этой трансмиссии – выходной вал. Здесь также есть два уплотнительных кольца. О них надо вспоминать при капремонте. Они входят в очень большой ремкомплект. Ну что, разборка закончена. Серега, резюмируй. Приезжали ли к тебе такие экземпляры? Такие трансмиссии на ремонт ко мне не попадали. Видимо, очень надежные. Ну а если уже сломается, то проще купить контракт. Где? В «АвтоСтронг». Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». АВтоСтронг.